здравствуйте уважаемые михаил и светлана пору школьных последних звонков но это письмо неделька у меня там повисело последних звонков и выпускных экзаменов хотела бы спросить у вас по теме образования эта тема не протухнет течение года тоже ну так уж момент такой ладно как вы считаете кто оказал решающее влияние на ваш интерес к учебе знаниям исследования узнаванию нового привил желание учиться был ли это какой-либо школьный учитель который повлиял на выбор любимого предмета или это были родители обстановка в семье как вы выбрали именно математический профиль михаил как вы осознали себя учителем поняли что преподавать это ваши второй пункт как вы считаете насколько важна роль учителя начальной школы в становлении интереса они страха или неприязни к учебе помните ли вы своего учителя помню какие учителя начальные школы в сша статусная как их готовят долго ли учиться научиться научителю учиться научителю ну давайте тут сразу много вопросов то я попробую попробуем значит учительницу нашу звали нина яковлевна в первые четыре года с нами она работала хорошая была женщина я я помню ее лицо я помню фигуру как она была одета я я прекрасно ее помню она перед глазами у меня стоит она была очень душевная потом понимаете тут еще тонкость я пошел в школу в 63 году еще 20 лет с войны не прошло и война присутствовала незримо в инвалидах в учителях орденоносцев в школьной форме там в гимнастерках с ремнями там у старших классов я был первый год в пиджачке которые ходили сереньком и в сознании родителей тоже вот вы видите там кто мотивировал там еще что-то для моих родителей существенным было чтобы ребенок был накормленный на напоенный и чтоб его не обижал никто вот например у меня всегда в компании в кармане там с первого класса было 20 копеек и мама следила чтобы у меня было 20 копеек брат был студентом у него в кармане должен был быть рубль а почему потому что вот они считали что человек не должен расти с ощущением того что у него нет денег потребности маленького миши заключались в том чтобы с ребятами пойти и там дойти до угла там 10 минут и купить мороженое там за 11 копеек или за 12 эти и если у тебя нет вот этих вот там 11 12 15 копеек то ты чувствуешь себя как бы нехорошо вот например так поэтому у них вот были такие значит мысли в голове и при этом подразумевалось что дети учатся в институте подразумевалось что надо надо иметь высшее образование это было частью как бы культуры известно что люди дети выросшие в семье где родители имеют высшее образование как правило эти дети тоже получают высшее образование не сто процентов но но достаточно высокий процент эти то есть образованные семьи самовоспроизводятся такая история семьи в которых родители не имеют образования они либо значит воспроизводит себе подобных то есть не заинтересованных в образовании людей либо вы производят людей которые очень хотят получить образование вот у нас например напротив нашей двери вот у нас было вот наличные клетки была дверь напротив нас и там жили там была семья у них было трое детей значит мама была как-то санитаркой в детском садике такой сам низовой такой работник и сантехничка как-то это вот так называлась уборщицы фактически а папа был следствием сантехником где-то он работал и выпить любил такой был мужчина просто очень хорошие были душевные люди я хочу сказать что вот такие знаете классические вот русские люди на которых россия держится знать вот если бы он еще не выпивал периодически я бы сказал что это абсолютно идеальные люди но он даже выпиваю нибудь не хулиганил не скандалил он так по-тихому где-то выпьет там вот и у них было трое детей и все трое получили высшее образование понимаете поэтому что я хочу сказать что наверное их дети тоже значит там уже не мыслили бы себя там вне высшего образования тогда никто особо не мотивировал больше того сама обстановка в школе не мотивировала детей к занятиям к выполнению домашней работы там или что-то такого урок представлял собой такое зрелище вот значит шла борьба за то чтобы дети прочитали учебник и и могли пересказать что там написано вот шла неравная борьба потому что школа проигрывала в этой борьбе значит вот они там вызывают кого-то к доске но я понимаю что учителя есть плана что-то он должен рассказать он должен какой-то опрос произвести сколько-то оценок поставить журнал там это понятно но вот он начинает опрос выходит человек и он мычит из него начинают вытаскивать по одному слову и он опять мы мычит и он смотрит там куда-то там тупым взглядом потому что ему неприятно перед всем классом а есть такие которым приятно перед всем классом они еще там дурачиться начинают гриматься какие-то делать за спиной учителя там все смеются из класса в 32-35 человек у нас вот такого размера были классы я бы сказал что человек 8 может быть 10 были хорошисты то есть они учились на 4 и 5 вот остальные практически вообще никак не учились они при этом были неплохими ребятами у меня например среди моих друзей школьных было много троечников таких школьных разгильдяев но совершенно очаровательных ребят с которыми можно было и погулять и футбол поиграть там еще чего-то я я не хочу сказать что это делало их какими-то а социальными там или что-то это были очаровательнейшие люди между нами очаровательнейшим вот но чего-то вот не любили учиться там я не знаю и и вот как-то вся система такая была поэтому каким-то образом какие часть людей училась хорошо а часть плохо я я не могу сказать что меня как-то мотивировали понимаете я считаю что мотивировала сама семья это вот на семейном уровне происходило хотя я видел полно людей которые очень учились хорошо и любили учиться и пахали как пчела при том что в семье их никак не мотивировали то есть даже я я не знаю что сказать на этот счет кто оказал решающие влияние на ваш интерес к учебе не могу сказать но что я могу сказать что у меня был старший брат который учился на мехмате мгу он поступил на мехмат мгу и я тогда был но на 8 на 7 лет меня старше я тогда был еще в начальной школе и а он тоже там раньше когда-то учился это мне дало такой ореол это брат вот того портного который на мехмат поступил то есть для для школы это было каким-то выдающимся событиям но и так они как-то на меня уже посматривали некоторые учителя с интересом я замечал почему-то начиная с 5 класса я не помню как это произошло видимо были учителя которые как-то нас подталкивали а я скажу у нас была учительница географии по кличке рыбий глаз здесь глаза выпученные были рыбий глаз закончила когда-то географический факультет мгу в пятидесятые годы где-то ей было может лет 48 я не за 50 и она преподавала географию вот я помню первую пятерку я у нее получил она меня смотрела так с недоверием потому что мой брат по географии не не выделялся и она значит первую пятерку я получил и симпатию с ее стороны она меня полюбила когда во всем классе никто на карте не мог показать бассейн реки амазонки и значит я не знаю почему это происходило может быть они не знали что такое бассейн я не знаю но я понял бассейн это откуда вода стекается поэтому я пошел показал бассейн реки амазонки она стала ко мне благосклонна так вот там что получилось рыбий глаз поскольку она была из мгу там и все дела она меня подбила пойти на олимпиаду в мгу на московскую городскую олимпиаду по географии московские городские олимпиады имели статус республиканских то есть там были еще районные а это были как уровня республиканской это было было приличная олимпиада вот и я пошел какой-то диплом получил там третьей степени в пятом классе я сам сам доехал до мгу это было большое путешествие потом выяснилось что мне какой-то диплом положено я уже с мамой поехал на награждение вот и она меня очень полюбила с этого момента я потом и в шестом и в седьмом классе получал эти самые мне казалось что буду каким-то географом я ничего не знал что это значит но я начал ходить на разные олимпиады вот уже в силу того что вот на эту пошел такой же начал на другие ходить я уж там не помню по разным дисциплинам но на районные и кончилось это тем что поскольку брат мой учился в мгу на мехмате он там обнаружил очень много выпускников физмат школ тогда были очень знаменитые 2 физмат школа там 7 и вот и он как бы вот с этой информации что вот есть ребята и они учились там они целыми классами вот он пришел туда да там целый класс вот этих целый класс вот тех это его очень впечатлило и он меня просто взять за руку отвел то есть я поскольку высказал какой-то интерес у меня за руку отвел на собеседование меня взяли 57 школу я там может быть три-четыре там тура это не было с одного раза три-четыре цикла этом прошел меня взяли и и вот с этого момента понеслось мне это нелегко далось я месяца три думал что вообще я там загнулась потому что каждый день до 11 часов там заниматься это это было так сложно но организм был молодой я как-то это все выдержал но понимаете мы говорим о мотивации мотивация произошла от того что я оказался в такой среде где были такие дети я даже не могу сказать учителя там были хорошие учителя тоже тоже были но были вообще никакие тоже но дети и вот это вот но как бы сказать сборная солянка со всей москвы там народ стекался они какие-то были заинтересованные мотивированные они были умненькие и и вот эта среда то есть я я считаю что очень важно с точки зрения родителей очень важно ребенка отдать в среду в такую где он будет мотивированным где он будет тянуться за этой средой по эти среда вытаскивает человека там были люди которые не любили математику и никогда не стали математиками то что не любили но у них не было какой-то такой страсти к математике там были люди которые потом стали биологами на географический факультет куда-то пошли даже гуманитарные какие-то профессии при получали потом были такие тоже но но среда и большинство детей там может быть не большинство но половина так точно были из английских спецшкол эти то есть родители ими вот так как бы занимать они они их пихали куда-то у меня был приятель у него папа академик я легендарный совершенно чеки во вся россии знает и мама тогда была по моему она была член кором она потом тоже стала академиком мама была зам директора института русского языка имени пушки понимаете это это такая среда где вот на уровне семьи понимаете что происходит вот поэтому но это надо родиться правильно я только сейчас понимаю насколько это очень колоссально и какую роль это играет большой в жизни человека значит как и пока вы выбрали математический профиль вот так выбрал брат привел а дальше уже мне деваться некуда было я понесся там со всеми как как вы поняли что преподавать это ваша а методом проб и ошибок вот я пробовал и мне нравилось и так получилось я начал преподавать в 16 лет в математическом кружке я вел математический кружок а потом я поступил на первый курс и вел занятия в 57 школе факультативные с ребятами вот так так получилось какие учителя начальной школе в сша ну я только вот по внучкам нашим могу судить но это это профессиональный очень народ там у них определенная дисциплина там у них определенные правила там поведения общение с детьми там и так далее но дети бегут в школу как на праздник вот у нас саша сейчас на каникулы пошла и ее света спрашивает ты горит как тебе вот больше нравится вот то что ты сейчас дома сидишь или допустим ты бы в школу пошла и она ведь я бы наверное лучше в школу пошла понимаете вот вам начальная школа там она третий класс сейчас закончил статусно ли это профессия я не уверен что есть какие-то статусные профессии в сша мне трудно даже это как-то осмыслить а что тут статусно если там где деньги больше платить где уважают больше учитель учитель не получает там столько сколько программист но у него поскольку это как если он работает в государственном учебном заведении это государственная работа там пенсии хорошие у них бенефиты шикарные в частной школе там конечно поскромнее как их готовят а вот вы когда посмотрите на университеты и посмотрите что там внутри университетов есть там написано school of education это как бы педагогический факультет так можно сказать там вот и готовят а вы можете получить образование в чем-то например физики в химии там в чем-то еще пойти поучиться годик да и получите вот значит там квалификацию определенный может потом преподавать долго ли учиться на учителя но вот если со стороны если есть высшее образование можете год поучиться будете получите квалификацию спасибо с уважением юля ну чего же вот понимаете мой рассказ он такой может быть больше интересен как знаете там сказки дедушки мазая там на этом давно дело было я не знаю как сейчас мне мне труд трудно судить я не далеко нахожусь и не знаю ну вот в наше время так было счастливо